Поставим на всякий случай, а там посмотрим. Смотрите, изначально важно понимать, что первый принцип здоровья — это ваше желание жить качественной, здравой жизнью, то есть в здоровом теле здоровый дух. И это важно понимать. Первое мышление. Вот через мышление мы получаем всё. Если вы в позитивно настроенном мышлении, если вы в самореализации, если у вас всё замечательно, поверьте, у вас мыслей даже на секунду не будет, в том плане, что дать какой-то сбой своему организму. Вы в полной гармонии с жизнью, с окружающим миром идёте. Как только у вас идёт несостыковка вашего внутреннего сознания, думаю одно, говорю другое, делаю вообще третьего, и тогда организм просто начинает расшибать. Когда я иду не на любимую работу, когда я живу не с тем человеком, когда у меня все виноваты, там правительство неправильное, там это ДТП. Понимаете, когда вы всегда в осуждении, то всегда будет тело реагировать, останавливая вас от этих мыслей. Это важно прям понять и осознать. Важный аспект, который влияет на наше состояние здоровья, нездоровья, это как раз-таки питание. Если мы в себя как в помойку вкидываем, извините, там гамбургеры, химические напитки, пьём, курим, то есть, ну, просто не задумываясь на том, что какой бензин в наш организм, как в машину залить, то, соответственно, ну, извините, на выходе, да, мы получаем то, что дали на входе. Другого варианта нет. И если любой водитель абсолютно знает, что если заливать низкого качества бензин, то фильтры будут забиваться. И он чаще будет менять, и машина быстрее будет выходить из строя. Поэтому никогда ни один автомобилист, особенно когда у него какая-то хорошая машина, о которой он давно-давно мечтал, он её будет холить и лей-лей. Но почему-то к огромному сожалению мы даже не задумываемся, насколько мы просто безалаберно относимся к тому, что мы едим, что мы пьём, о чём мы думаем. А ведь это машина, тело, это машина, собственно говоря, для нашей души в этом воплощении. Понимаете? Поэтому важно о ней думать. А фильтры – это наша печень, это наши почки, это в том числе наш кишечник. Все выделительные системы – это наши фильтры. И они никогда не будут здоровыми, пока мы заливаем плохое качество топлива. Когда там недостаёт витаминов, микроэлементов, нутриентов, воды качественной, то, соответственно, ну о чём может идти речь? Поэтому, в принципе, как раз-таки задача быть здоровым – это значит отслеживать своё мышление, это значит отслеживать своё питание, это важно перейти к другому образу жизни. То есть это не полечиться, это образ жизни. Если влиять всего лишь на четыре причины, которые нас приводят к состоянию ухудшения или улучшения здоровья, то уже можно изменить качество нашей жизни в ту либо в другую сторону. И важно первое – психология. Чтобы вылечить кишку, надо вылечить башку. Есть одно уникальное выражение, только почему-то мы даже не задумываемся, насколько оно реально актуально, насколько в нём заложена истина. Если не помогают вот здесь никакие пункты, значит, возвращаемся в пункт один. Я причина всё от того, что со мной происходит, и почему-то мне это выгодно. Я для чего-то создаю те или иные ситуации, поэтому только я вправе решить, я хочу быть здоровой, либо я хочу быть больной. И в психологии я рекомендую посмотреть Александра Полиенко, прям подписаться на его канал. Психосоматика заболеваний, психосоматика лишнего веса, психосоматика высокого давления, психосоматика снижения слуха, заболевания сустава, плюс там снижение зрения. То есть там вообще колоссальное количество ответов на вопросы, которые у вас возникают в вашей жизни. И Дмитрий Троцкий. Онкологическое мышление, почему болеют дети, психосоматика всех видов заболеваний, прям можете, вот название заболевания, да, психосоматика Дмитрий Троцкий, и вы там найдёте прям хороший видеоматериал, абсолютно простым языком. Эти два человека доносят, ну реально истину. Поэтому возьмите это за внимание и как первоочередную задачу как раз-таки проработайте своё психоэмоциональное состояние. Следующее – это вода. И на сегодняшний день мы воду не пьём, и при этом запускается болезнь обезвоживания. И болезнь обезвоживания – это практически все. Есть книга «Моё тело просит воды», есть видеоматериал Ольги Алексеевны Бутаковой «Болезнь обезвоживания». И она полностью по всем 12 системам проходит, объясняя, каким образом влияет нехватка воды на наше низкое качество здоровья. Это в том числе, если вы загуглите, на любых абсолютных источниках, вы увидите, что первая причина образования катаракты глаз – это обезвоживание. Если мы посмотрим тему образования камней, это обезвоживание. Высокая концентрация солей, выпадающая в осадок. И мы эту тему знаем просто из школьной программы. Но почему-то, к огромному сожалению, мы в своей жизни этот момент упускаем. Прописные истины. И опять же, высокое давление – это тоже тема обезвоживания. Вярская, густая, токсичная кровь, которую наше сердце, единственный насос нашему организму вынужден нагнетать для того, чтобы протолкнуть по этим сосудам, обеспечим приток питательных веществ, кислорода, растворённого в крови, до всех органов и тканей. Жизнь спасает нам наше сердце. И мы каждый раз эту систему сердечно-сосудистой нагружаем тем, что оно качает вязкую, густую кровь, потому что мы не допиваем воды. Просто элементарно. И опять же, чем грязнее наши внутренние среды, тем хуже качество и здоровье нашей выделительной системы. Поэтому невозможно вылечить, восстановить, улучшить качество печени, почек, кишечника и любого абсолютно органа, не изменив качество внутренних средств. Это аксиома. Следующая причина всех заболеваний – это как раз-таки воспалительные процессы, вызванные наличием паразитоза. А к паразитам относятся вирусы, грибы, простейшие и, собственно говоря, бактерии и сами паразиты. Агрессии вирусы, грибы, простейшие и другие виды паразитов. И важно понимать, что в пандрах мы ходим, и в стерильном мире живём. И не обольщайтесь. Все заболевания – наид, паразит, и кто-то в нас живёт. Атит, синусит, бронхит, цистит, атопический дерматит. Неважно. Любое недомогание, которое происходит, в том числе воспалительные процессы, вызванные травмами, недолеченными травмами, это как раз-таки собирается огромное количество на этом месте травмированного участка бактерий. И, соответственно, получая сгустки крови, повышение температуры тела на воспалительном процессе, это комфортная среда для их обитания. И тогда человек уходит в то состояние, когда длительно не заживающие раны, длительно не восстанавливающиеся какие-то проблемы. Это воспалительные процессы, вызванные как раз-таки чужими. Поэтому, если мы говорим про паразитоз, это не всегда относящийся только к конкретным паразитам. Если вы посмотрите, насколько серьёзно повредил наш организм COVID-19, вирус, маленький вирус, который очень на сегодняшний день практически тоже не так-то просто определить. Иммунная система среагировала на то, что у вас в анализах в Москве показала, а где-то не среагировала, потому что не хватает белка, аминокислотного состава, при котором организм начнёт вырабатывать как раз-таки определённые клетки, способные проявить себя в анализах. То есть это важно опять же понять. Так что когда вы получаете анализы отрицательные, при этом у вас какие-то проблемы со здоровьем, вот не обольщаемся, а адекватно начинаем мыслить, что происходит с моим организмом. Мой организм сейчас закислен, и, соответственно, паш константа внутренних средств здорового организма 7,43 константа. То есть это вот прям правило жизни, паш внутренних средств слабо-щелочной. Констант всего 12 температур тела 36,6, это давление 120 на 80, это билирубин, сахар в крови. Все константы 12 по 12 систем. Любое из изменений в этих константах говорит о том, что какая-то из систем вышла из строя. А как раз-таки первично, только закисление наступает, то все 12 систем летят в травм-трары. Поэтому невозможно сахар восстановить, невозможно там давление восстановить, билирубин улучшить, снизить его, если мы в процессе закисления. Мы же съедаем огромное количество сахаров, pH сахара как раз-таки 2. Вот то есть важно понять, что организм всегда будет спасать нам жизнь за счет внутреннего резерва. Поэтому в процессе закисления мы уходим в состояние улучшения здоровья. И если любая ситуация, которая с вами происходит со здоровьем, вот только что-то всколыхнуло, и вы начинаете включать уже прям свое мышление, что со мной произошло, не важно, диагнозов нет, состояние. Я причина всего того, что со мной происходит. Первое, да, психология. Второе, на физическом уровне. Я затисленный, я обезвоженный. И когда в состоянии болота во мне живут все, кто угодно, это вызывает воспалительный процесс и снижение качества здоровья. Поэтому нет волшебной пилюльки, нет одной таблетки, есть образ жизни, система очищения, убираем обезвоживание, убираем закисление, интоксикацию, вызванную чужими, и кормим нашу клетку, давая ресурс на восстановление. А наш организм – саморегулируемая система, самовосстанавливающаяся. И если вы загуглите, вы увидите, что у нас есть регенерация тканей. И у каждой ткани свой срок регенерации, самовосстановление. Если клетка крови восстанавливается в течение 120 дней, то костная система восстанавливается дольше всего, это 5-7 лет. То есть, если мы создаем хорошие условия для регенерации ткани, то мы по факту получаем возобновленную систему. И когда у нас не хватает в наших продуктах питания как раз-таки строительного материала, а еда на сегодняшний день пустая, эту клетку нечего регенерировать, восстанавливаться и рождать здоровую клеточку. Вот это базовое абсолютно правило здоровья, это базовые правила жизни. И комплексный подход у нас весь сопровождается наборами. То есть, вам не надо это всё запоминать, вам главное осознавать принципы здоровья. Это мышление, это то, что в себя закладываем, питанием. И максимально понятно, что мы сейчас в современном мире в химической еде. Но это много избежать нельзя. Но тем не менее, когда мы осознанно сидим на химических продуктах, едим бесконечно эту копчёную химическую колбасу, едим эти химические кириешки, там огромное количество тортов химических и т.д. и т.п. Осознанно, то есть мы здравомыслящие. Если мы осознанно это едим и хотим быть здоровыми, это невозможно. Но невозможно. Вот. Поэтому важно это прям понятие осознать и обезвоживание. Чтобы его не было, объём выпиваемой воды должен быть ежедневно 0,03-0,04 умножить на ваш вес. Когда температура тела повысилась, когда у нас большая отдача воды, на грядках покопались, спортом позанимались, в баньку сходили, неважно, что произошло, вы понимаете, что у вас сейчас большая отдача воды вовне, то, соответственно, объём выпиваемой воды увеличивает. И важно понять, что не каждая вода войдёт в нашу клетку. Для того, чтобы она вошла в нашу клетку, она должна быть биодоступной, то есть идентичной, как наша внутренняя жидкость. То есть та биодоступность определённая именно тем, что может пройти вода этого состава через наши мембраны клеточек. И чем выше будет она биодоступная, тем, соответственно, она быстрее занесёт растворённые в воде питательные вещества и даст возможность на восстановление быстрое всех органов и питаний. И плюс вторая задача у воды, как у растворителя, это вынести все токсины. Водорастворимые токсины у нас выводятся через выделительные системы почечные фильтры. И чем чище у нас выделительные системы, помним, тем чище у нас почечные фильтры. Вода биодоступная, бутилированная, фильтрованная. То есть это приближено к слабощелочной среде. Один из показателей очень-очень важный. Бутилированная, фильтрованная вода слабокислая. И важно понять, что происходит с нашим организмом в момент закисления. Ежедневно, помним, организм спасает нам жизнь. Вот эта слабокислая среда, которую мы получаем в наших продуктах питания. А у нас, если вы загуглите, то практически 80-90% закисляющей еды щелочной едой является только живая. А живой на сегодняшний день у нас не так-то есть много возможностей покушать. У нас вся готовая еда. Что происходит? Вымывается кальций из костей, калий, магний, натрий. Из сердечно-кусудистой системы. Не сначала зубы рассыпались, не сначала костная система полетела, шейка бедра сломалась, а именно вымывание кальция за счёт постоянного закисления организма. И когда вы даёте детям сахара, вы должны понимать о последствиях, почему у них на сегодняшний день нет здоровых зубов, почему на сегодняшний день у детей очень хрупкие кости, хотя на самом деле природой заложен тот фактор, что у них кости крепкие, они эластичны, и сломать детскую кость очень-очень сложно, ещё надо потрудиться. То есть сейчас у нас дети просто рассыпаются, как у доперчивые мальчики. То есть важно понимать, откуда ноги растут. Калья не хватает, а он пошёл нам спасать жизнь от закисления. И тогда у нас все жидкие среды встают колом, это приводит к отёкам, нагружает сердечно-сосудистая система, лимфатическая система. И люди опять же набирают вес, у людей проблемы с почками, они не могут отфильтровать эту жидкость и тот круговорот. Вот опять же принципы, точнее причины заболевания. Наша задача не симптом убрать, почки больные, а наша задача решить вопрос на уровне причины, которые приводят к тем или иным ситуациям. опять же магния не хватило, это всё колом встало, это и нервная система, это опять же ситуация, когда полностью спазмированы у нас все мышцы, а спазмированы мышцы в том числе и сосудов, а это приводит к высокому давлению, одна из причин высокого давления. Это спазмирован кишечник, и тогда перистальтика не работает и приводит это к ситуации, когда идут запоры и чем дольше не работает кишечник как выделительная система, то соответственно всё, что в нем собирается, это приводит к воспалительным процессам и всё проходит по нижней части нашей репродуктивной системы, приводя уже к её нарушениям, а это и ранние климаксы, это болезненные менструальные циклы, это нарушение менструального цикла, это бесплодие, это миомы, фибромиомы, эндометриоз, всё, проблема через кишечник, поэтому невозможно решить вопрос с репродуктивной системой, не приведя в порядок кишечник. И если касается мужчин, то это опять же приводит к тому, что репродуктивная не работает, к воспалительным процессам предстательной железы, к онкологии, к бесплодию, на сегодняшний день бесплодным браком как раз таки более 50% это бесплодие мужского, хотя все дают всю жизнь акцент именно на женщину, но проблема в хронических воспалительных процессах у мужчин, мужчины же вышли зимой покурить или машину прогреть, они же полуголые бегают, то есть это важно понимать, и когда это длительно, и когда это постоянно приводит к воспалению, не говоря уже о том, что огромное количество недолеченных, каких-то серьезных заболеваний было, мужчину уже только лежа можно занести в больницу, то есть нет профилактического пути восстановления здоровья, и плюс слабость мужская тоже возникает на сегодняшний день достаточно рано, то есть это опять же проблема через кишечник, не работает уже гормональная система, процессы закисления любые приводят к снижению работы всей гормональной системы, это и щитовидная железа, это и репродуктивная система, все держится на паш, как только там сбой, то все полетело, то есть важно это понять, и здесь не бежать анализы, а где узнать про паш, любая ситуация в вашем состоянии здоровья говорит на 100% о том, что сейчас вы закислены, о том, что идут нарушения в работе организма, это важно исправить, поэтому здесь важно минерализация в воде, минералы должны быть не менее 73 в ионной форме, бутилированная фильтрованная вода не будет иметь достаточное количество минерализации, а нам нужен электролит, нашему организму не нужна вода в виде аж 2, нам нужен электролит, для того, чтобы глазки моргали, для того, чтобы у нас сердечно-сосудистая система работала, для того, чтобы все клапаны в нашем организме работали, перистальтика работала, мышцы сокращались, симпатическая система работала, для этого нужен электролит, И это как раз-таки минерализация, но не химическая, важно понимать, когда мы перегружаем почки, а то, что реально является биодоступным, взятым из природы. Окислительно-восстановительный потенциал отрицательный – это энергия, это ресурс для клетки. Это тогда, когда ты встал и ты полностью входишь в весь биохимический процесс своего организма. Это когда ты включён вообще в жизнь сразу, тебе не надо встал и уже устал, да, и чем ещё себя разбудить, каким кофем. Поверьте, ни одним кофем вы себя не разбудите. А тогда, когда у вас ресурс для организма достаточно, тогда, когда вы не закислен, то значит скорость и реакция на всё у вас адекватная, быстрая. Вы быстро принимаете адекватные решения, вы можете не зайти в какую-то аварийную ситуацию, наперёд уже просчитав ту или иную возможность столкновения или ещё что-то. И в том числе организм, когда слабощелочной, когда он чистый, то, соответственно, у него высокая реакция включения иммунного ответа на всё, что может произойти с вами. Тогда вам не переживайте вы, что вы зашли там, кто-то чихает, кашляет, там какие-то вспышки, да вообще фиолетово. У вас организм сам включает иммунный ответ достаточно быстро, хорошо и адекватно, а это система самоочищения. Вот к чему как бы приводит чистота нашего организма и образ жизни. Тема биодоступности – это вода Coral Mine, измельчённый коралл Санга, и он даёт возможность изменить воду бутилированную, фильтрованную на биодоступную, безопасную и комфортную, которую достаточно легко пить вот в таких объёмах. Агрессии вируса, грибы, простейшие и другие виды паразитов. Важно понимать, что с ними мы работаем не разными таблетками, таблетки очень чреваты. И посмотрите, у меня тоже на YouTube-канале есть видео от профессионала в этой области. Это Елена Борисовна Каташовой, врача высшей категории, паразитолога-инфекциониста. И она как раз подробно рассказывает, как влияют чужие на все наши состояния нездоровья. И почему важно себя очищать профилактически. В среднем они живут 45 дней. Поэтому в противопаразитарной программе по физиологии делаем системы очищения. Это два месяца подряд, каждую весну и каждую осень. И если мы работаем с грибами, то это 6-12 месяцев безопасными, комфортными, абсолютно нутриентами. Это травы. То есть так подобраны уникально горькие травы, что они как раз-таки работают на все виды бактерий, вирусов, грибов и паразитов. И задача не убить, задача вытеснить. И опять же за счет того, что правильно подобранные системы, там и обязательно растительные ферменты, они расщепляют эти белковые тела, если они погибли. И это нет интоксикации, нет тошноты, нет состояния, когда уже просто лежишь. И вообще противопаразитарная программа, если проходит медикаментозным путем, то это только под контролем врача. Потому что ядов на самом деле там больше, если вы посмотрите, то там больше вреда, чем реальные возможности избавиться от чужих, и они приводят к онкологии. Важное последствие. Наша задача – безопасный способ. Плюс важно как раз-таки запустить работу пищеварительной системы, а это заселить полезную микрофлору. И она будет вытеснять патогену, а это еще один способ самоочищения и активации нашего организма на здоровье. И у нас есть программные готовые решения. Порошел, Порошел плюс Калавада. Калавада – это глубокое очищение кишечника. Она дает возможность как раз-таки привести наш кишечник в хорошее рабочее состояние. Ведь у него не только пищеварительная функция и выделительная. У него огромное количество функций и задач. И Александр Полиенко как раз-таки уделяет огромную роль в том числе зависимости чистоты кишечника от нашего эмоционального состояния, от нашего состояния здоровья. Вы можете посмотреть его в видеоэфиры. То есть кишечник – это орган чувств. И там опять же врабатывается огромное количество серотонина, гормона радости. У кишечника, когда идет ситуация по страху, да, есть животный страх, спазмирован, тогда кишечник просто либо не работает, либо наоборот начинается, да, ну, открывается жидкий стул, да, и человек ничем его не может остановить. То есть вот этот страх животный, живот, соответственно, психоэмоционально, да, срабатывает на нем. То есть там и ферменты, да, вырабатываются, там и полезная микрофлора должна быть. И всасываемая активность. Чем чище кишечник, тем качественнее будет всасываться питательные вещества. Это очень-очень важно. Плюс важно принимать на него еще одна из задач, это сбросить на себя лимфу, канализацию нашего организма. Если она не может сброситься, там завалы каловых отложений, там слизи огромное количество, потому что мы съедаем огромное количество слизи, образующей еды за счет белой, в том числе и муки, то, соответственно, по лимфотоку снизу вверх, а это вся слизь из кишечника, которой площадь развернутого кишечника, футбольное поле поднимается снизу вверх, уже заваливая, да, нашу бронхолевочную систему слизи воспалительными процессами. Это хронические танзелиты, бронхиты, синуситы, это все тема кишечника и недолеченных заболеваний бронхолевочной системы. Поэтому, что бы ни происходило, хоть сверху, хоть снизу, решение только через кишечник. И код клетки, для того, чтобы наш организм восстанавливался, ему нужно каждый божий день 28 аминокислот, 12 витаминов, 15 минералов, 7 групп ферментов, 3 более ненасыщенные верные кислоты и микробиота. И важно, мы состоим из аминокислот в водной среде. И, собственно говоря, когда нам их не хватает, нам не хватает из продуктов питания, не обольщайтесь, поэтому важно дополнить. И дополнить мы берем и открываем банку противити. Ультра – это матрица аминокислот, спирулина, хлорелла, коктейли Delisious Beauty, шейк, который содержит три вида белка, люцерна, то есть у нас есть полноценное абсолютно питание. Витамины – это жизнь, без витаминов не усваиваются минералы. Это как если на стройку привезли кирпичи, а цемент забыли. То есть важно понимать, вместе они только работают. Не хватает витаминов группы В, нервная система полетела. Не хватает из минералов, допустим, цинк, то, соответственно, это снижается 300 функций нашего организма. Можете себе представить, один цинк влияет на 300 функций организма, в том числе это работа пищеварительной системы, он способствует выработке пищеварительных ферментов. Это чистота нашей кожи, это четкость зрения, это вся репродуктивная система на цинка. Это противоонкологический, опять же, минерал, цинк и селен. Селена не хватает. И немцы как раз-таки доказали всему миру, изучая селен, и доказали, что его нехватка приводит к сокращению нашей жизни на 10-15 лет. Задумайтесь. И если не хватает селена во время беременности мамочки, то ребенок рождается с деформацией суставов. То есть, таким образом, нехватка влияет на, как следствие, на различную работу, качественную работу наших всех органов и систем. Ферменты нужны не только для расщепления пищи, но, опять же, нехватка ферментов приводит к тому, что образуется спайчный процесс, спайки кишечника, спайки маточных труб. То есть, ферменты должны быть растительные, не животного происхождения. Это тоже очень-очень важно. И по всему миру, если вы посмотрите, то самая дорогая в мире еда ферментированная. Полинасыщенные жирные тислоты на мархе важны. Из них состоит оболочка каждой нашей клетки. Наш головной мозг состоит из жиров и воды. Если не хватает...